Здравствуйте! Я бы хотел, чтобы вы с превеликим удовольствием поучаствовали в передаче, которая снимается прямо сейчас. Называется она «Допросы за бабос». Три минуты вашего времени. Ну, я не знаю, смотря какие вопросы. Как вас зовут? Константин. Меня зовут Евгений. Давайте сделаем это прикосновение. Это Алексей Чивкин, мой оператор. Очень приятно. Вопросы простые. Ответив правильно на пять вопросов, вы получаете тысячу рублей. Делаем это. Есть дополнительный вопрос, если вы без подсказок отвечаете. На него ответите, пять тысяч рублей получите. Я думаю, что я не смогу на все вопросы ответить. Если не сможете, просто получите пятьсот рублей. Только у меня налички нету, я на карту переведу. Есть такая возможность? Ну, ладно. Потом я не полиглот. Я не знаю, смотря какие вопросы. Если простого характера, я думаю, что отвечу. Характер очень простой у этих вопросов. Пока я ищу блок вопросов немножко о себе. Ну, я по специальности радиотехник, как бы, вот, ну, работаю техник-технолог. Нигериконт. Что Нигера? Нигериконт. Научно-технический институт, как бы, вот. Ну, сейчас тут, ну, просто прогуливаюсь, как бы. Люблю в центре города прогуливаться. Вот Исааки мне нравится. Вот, как бы, часто здесь бываю, в этом парке. Вот. Ну, вот так. Какой династии относился Петр Первый? К династии Романовых? Это правильно. Химическая формула чего? Аж хлор. Аж хлор. Сейчас, сейчас, сейчас схожу. Аж хлор. Ну, соляная кислота. Соляная кислота? А, соляная кислота. Аж хлор. Соляная кислота. Аж хлор. Это правильный ответ. Ну, это браво, я считаю. Два вопроса вообще без единой подсказки. Вам звонят. А, звонят, да. Ответите? Ну, я отключу просто. Да можете ответить. Валя, я тут на телевидении снимаюсь. Подожди немножко. Дай, дай. Даже не знаю. Это просто рекламщики. Это была не Валя? Я думаю, Валя, моя жена. Но нет, это рекламщики. Реклама, да? Как они надоели. Как вы надоели. Как они надоели. Ну, сколько наколачивать можно. Не нужна мне машина. Не нужна мне машина. Уже купил уже. Год назад купил уже машину. Они, блядь, звонят каждыми днями. Мечи, зубы, делай протезы. Каждый день вот уже, да. Как вы надоели все уже. Абсолютно надоели. Из чего сделана постройка, которую называют иглу? Или иглу? Я не знаю, куда ставить ударение. Иглу. Иглу. Ну, там из каких-то шкур, из войлока. Я думаю, типа юрты такая, постройка круглая. Посредине отверстия, чтобы выходил дым от костра. Ну, шкур и войлок. Эскимусы. Да, эскимусы. Эскимусы. Ну, эскимусы. Где живут эскимусы? На севере. И что, из чего же строят эскимусы дома? Они, ну, могут и снега строить, глыбы делают снежные. И это правильный ответ. Какая крепость в Париже была разрушена во время революции? Слышал, да. По-моему, собор Парижской Богоматери. Баста! Нет. Это была подсказка. Баста! Бастилия? Как звали, мать, Гамлета? Точно не помню. Гертруда. Ну, возможно, ее звали Гертруда. Это туда, это в точку. Это правильно очень. Ну, с такими так себе подсказками вы ответили на пять вопросов. Ну, как-то ответил, да? Пока я полезу в кассу, передайте привет кому-нибудь. Валя, ты сидишь в парке, отдыхаешь, а я передаю тебе привет. Передаю привет Саше Ливановскому, Ане, передаю, ну, всем своим соседям по даче, знакомым. Если вы меня увидите, узнаете по усам, по прическе. Вот, передаю привет всем своим, в общем, привет. С приветом и с Днем Знаний. Вы заслужили этот подарок. Почти без единой подсказки вы ответили на пять вопросов. Вы получаете за это тысячу рублей. Бабки есть. Ура! Ляжки немножко горят. Ура! Ура! Говорится, ура! Спасибо большое за то, что принимали участие во всем этом прекрасном безобразии. Ну, это прекрасное безобразие. Благодарю за интервью. Мне тоже понравилось. Дорогие друзья, если вам тоже понравилось, ставьте лайки, пишите какие-нибудь хорошие комментарии. Грязь пишут иногда. Ну, пишите, пишите все, пишите все, да. У меня есть телеграм, он будет в описании. Вы можете тоже на него подписаться. Когда есть настроение, я веду его. Вот я тут болел недавно. Девять дней я лежал с температурой, представляете? Конечно, какой телеграм, ничего я вести это не хочу. Я лежал в коме вот это вот. Мне интересно, я люблю такие репортажи. Негодяй ТВ называется вообще все это. Можете нас найти где-нибудь везде. Да везде мы есть. Негодяй ТВ, это здорово. Это здорово. Спасибо еще раз, я прощаюсь с вами. До свидания. Спасибо, рад за такие репортажи. Да. Рад, что вы. Больше бы таких интересных передач. Видите, как говорят люди. Видите? Видите? Участвовать. А вы пишите говно всякого, всякого проведущего, что такое козел. Пишите говно, пишите интересные комментарии. Интересные, нужные по существу. Да. Спасибо вам, Константин. Спасибо вам. До свидания еще раз. До свидания. До свидания. С девушкой схожу. В кафе? С девушкой в кафе посидите. Сходите в кафе, посидите маленько, конечно. Спасибо вам. Давайте. Да че мужик молодец. Хороший мужик. Для такого хорошего мужика, как говорится, тысячонки не жалко. Да даже пятерке бы не жалко было. Да даже сто тысяч рублей бы мы ему дали бы. С Лехой. Просто так отмоксали бы. Если бы они были. Понимаете? Ребят, здравствуйте. Здравствуйте. Могу я вас пригласить, принять участие в передаче, которая сейчас прям снимается здесь. А что за передача? Передача называется «Допросы за бабос». А кого допрашивать будете? Допрашивать буду я вас. Давайте. Так, кто-то, давайте один будет участвовать. Передача очень серьезная. На кону большие деньги. Ну, давайте я буду участвовать. Вы будете участвовать. Как вас зовут? Риза. Риза. Очень красивое имя. Спасибо. У меня не такое красивое. Ну, уверен. Какое имя? Женя? Ну да, обычное, по-моему. Обычное имя. Еще чуть-чуть и женское. Да. Пока я ищу вопросы немножко о себе. Что рассказать? Что-нибудь о себе. Ну, я в Питере. В Питере первый день. И последний. Я сейчас улетаю. И все, в принципе. Ну, город как? Нормальный, наверное. Откуда? Из Москвы прилетел. Отвечая правильно на пять вопросов, ты получаешь тысячу рублей. О, интересно. Если я не буду подсказывать, то будет дополнительный вопрос. Ты такой подумаешь. Ну, давайте дополнительный. А дополнительный – это пять тысяч рублей. О, интересно. Но если я подсказываю, дополнительного вопроса не будет. Хорошо, Женя. И приз будет пятьсот рублей. Ну, ладно. Какой класс животных составляет основную пищу ласточек? Насекомые. Можешь похлопать в ладоши? Абсолютное браво. Какие животные в скандинавской мифологии были запряжены в колесницу Тора? Если ты смотрел, Тор, третью часть. Я не смотрю. Ты не смотрел. Я фильм не смотрю особо. Если бы ты смотрел, ты бы увидел бы этих животных. Животных? Да. А викторина у нас биологическая, да? Я не понимаю. Викторина биологическая? Конечно. Какие животные? А ты смотрел Тора-3? Да. Ты помнишь, что там были за животные? Не за всем. Хорошо. Ну, давайте предположим, что запрягли лошадей. Козлы! А, точно. Ну, да. Это козлы. Будем считать, что это была подсказка? Я думаю, нет. Это был просто ваш ответ. Что? Это был просто ваш ответ. Нет, мой ответ был. А, кстати, да. Это я сказал козлы. А, это да. Я тоже слышал. Ну, хорошо. Какая лошадка? Заглавный персонаж Павла Ершова. Кто это? Павел Ершов. Мужик, который написал сказку. Какую? А, конек-рубнок? Конек-рубнок. Кто здесь? Как если бы не козлы, да? А, ну козлы ты же ответил. Да, козлы. Допустим. Как звали черную пантеру, принимавшую участие в воспитании Маугли? Что-то на Б помню сейчас. На Б? Да. А, или я мультик путаю. Ладно. Или это сказка. Багира? Багира? Какой же это правильный ответ? Лопе. Пятый вопрос. Как называется течение в живописи, представители которого были Моне и Ренуар? Если сейчас ты отвечаешь правильно, хрен с этими козлами, ты получаешь тысячу рублей. Сейчас, 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 сейчас. Хрен с козлами! Кто такой ведущий, который может просто так лихо подсказать и потом сказать, да нет, это не было никакой подсказки. Да, я могу себе такое позволить. Это моя передача. Ставьте лайки, пишите всякие хорошие комментарии, репостите. И чем больше будет просмотров, в прошлом выпуске, знаешь, какой был приз? Сто тысяч рублей! Кто выиграл? Никто. Можем повторить. В этот раз спонсор не готов платить, потому что тот видос набрал всего лишь двадцать тысяч просмотров. Двадцать тысяч просмотров? Да. Хотя бы двести. Хотя бы двести просмотров и призы будут бешеные. Отвечаем. Хорошо. Отвечаем. Я думаю, они... Отвечаем. Футуристы. Придется подсказать. В конце Ниста. Кто же Ниста? Империя. Российская? Подсказка была. Империя Ниста. Империя Ниста. Империя Ниста. Империя Ниста. Сейчас, секундочку, прочту. Импрессионизм. Импрессионизм. И это маленькое браво аплодисменты тоже так себе. сбербанк есть пока я залезаю в онлайн это туда ты привет кому-то туда козлы это я пытаюсь подражать конечно ведущего уважаемого ну да это горло как через горло козлы привет это плохо получается ну да я учиться на театральном да нет я вообще политик немножко политик о ее это прикольно подожди так скажи кто-то по национальности а тут сложно конечно давай говоря митис а митис митис какой ну перс китаец перса китаец я так и напишу политик перс и китаец отвечает на вопросы это будет такое название окей да просто к такой пишешь больше хотят люди смотреть на перс и китайцы и политики так можно не через сбп правильно понимаю давай сам с свой номер клац и чтоб никто о нем не знал особенно козлы особенно козлы всякие которые потом могут написывать и всякую гадость если что козлы пишите всегда на связи плохо слышно а я тоже свою родину что вы телеграмм да можно принципе подписывайся на телеграмм-канал политический кстати мухаммад написали за да у меня двойное имя да ну вот мы мухаммаду вот так вот саму соли отлично говорится так и говорится это было очень классно спасибо за участие канал называется негодяй тв смотри это безобразие где захочешь в любых соцсетях на вообще по барабану звали как меня еще разве не помнишь это имя который может быть и женское и мужское жене а жене все все ладно ребят мне нужно еще одного учиться я пойду на день рождения к юльке кто-то сестра жены плохо кажется до мяча наебит немножко данная температура была ведь ничего не сколько пить можно я не знаю с воды же можно воды воды да ладно все тогда давайте ребят спасибо 100 тысяч рублей мог получить в прошлом выпуске влад не топалов но не получил и в этом выпуске тоже никто не получит а почему потому что прошлый выпуск набрал очень мало просмотров ставьте лайки пишите комментарии чтобы было больше просмотров репосты делайте и тогда будут появляться спонсоры которые будут говорить евгений возьми 100 тысяч рублей и если будет очень умный человек отдай ему эти 100 тысяч рублей сегодня сотки нету но есть 500 рублей тысяча полторы и пятерка пойдемте куда идти то хотел я к этому он ушел ну ладно пойдем может к вот этому келлен кляйн я вижу вас кепка келлен кляйн и это же супер меня зовут евгений это меня тоже зовут евгений еще раз прикосновение это передача которая называется допрос за бабос только не в этом почему а зачем я задам пять вопросов ответив правильно вы евгений получите тысячи рублей ну что ж давайте попробуем будет дополнительный вопрос очень сложно если вы на него отвечаете выигрыш будет 5000 рублей хорошо 100 тысяч рублей сегодня нету прошлый выпуск набрал мало просмотров спонсор сказал иди на ну что ж понятно давайте немножко о себе евгений я приехал сюда в санкт-петербург буквально два дня назад пришел так сказать пройти научный ликбез может быть на фоне исаки на фоне исаки давайте давайте я могу немножко подкашливать ничего страшного наебела до этого очень сильно видимо коронил температура 9 дней подряд до тридцати девяти и пяти потом кашель чуть не сдох какой британский ученый опубликовал труд происхождения видов надеюсь меня не захейтит да конечно захейтит народ злой как собаки сколько те вот годиков не 23 и только не обижайся когда будешь читать комментарии как-то меня поносят и даже если не пристал как большой ну как большой сколько подписчиков 250 тысяч там в одном месте в другом там еще там поменьше и ладно чё давай телеграмм в описании мой хотите подписывайтесь хотите не подписывайтесь мне будет приятно если подпишетесь всем обязательно вот такой вот знак вот такой-то пис это писа этого мой знак но есть еще вот такой знак есть такой знак всем мир во всем мире до свидания пока пока